Грузовой автомобиль загорелся во Владимире сегодня утром. В МЧС сообщение о происшествии поступило в 9.40 утра. Пожар произошел на проспекте строителей дом 9 у первого корпуса. У грузовика загорелся салон и моторный отсек. Предварительная площадь возгорания 2 квадратных метра. Его ликвидировали 7 сотрудников МЧС и использовали 3 единицы техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало. В Москве на ВДНХ завершила свою работу международная выставка «Форум России». Она открылась 4 ноября прошлого года и работала 8 месяцев. Свои достижения представили все 89 регионов нашей страны. Свой уникальный стенд был и у Владимирской области. Каждый день его посещали от 1000 до 1500 человек. Подробности в материале Татьяна Гордеевой. 18 миллионов человек. Именно столько посетили международную выставку «Россия» за время ее работы. Событие стало масштабным для всех регионов страны. Каждый субъект России хотел показать свой потенциал самой лучшей страны. Наша область в оформлении стенда сделала ставку на знаковые места региона. Уникальные памятники белокаменного зодчества. Акцент экспозиции «Сулдаль», который в этом году отмечает тысячелетний юбилей. Архитектурный облик стенда создавали, прислушиваясь к рекомендациям представителей сферы культуры. Мы сразу же начали размышлять и советоваться с нашим культурным сообществом, с дизайнером относительно того, что же могло бы стать символом нашего стенда на таком масштабном событии. И, конечно же, самым безальтернативным решением стал отразить нашу богатую историю. Но Владимирская область – это не только история. На стенде были представлены и наши экономические достижения. Специальная капсула, которая выбрала в себя целый пучок технологий региона. Это и компания «Оскона», это климатический кластер «Русклимат» и компания из Александрова «Байтер», которая занимается разработкой электронного оборудования. Мы сделали своего рода такой капсульный мини-отель, который оснастили продуктами региона. На территории стенда регулярно проходили дни разных районов Владимирской области. Гости выставки познакомились с исконными традициями народных ремесел, которые бережно хранят наши мастера. Насколько девушка или молодой человек были ловки и сметливы, можно было определить по плотности ткачества, насколько они были способны. И вот здесь вот уже проявлялись какие-то характерные черты. Творческое богатство Владимирской области пробудило интерес у жителей других регионов. В областном правительстве говорят, поток туристов к нам уже существенно вырос. Те люди, которые даже к нам на стенд подходили, задавали вопрос, куда поехать, с чего начать. Им давались консультации, разъяснения, презентации. Я считаю, нам удалось передать особенности Владимирского региона. И каждый район, каждый глава районов принял активное участие с точки зрения популяризации, донесения тех особенностей, которые у нас на территории Владимирской области сформированы. Внимание, внимание, внимание! Во Владимирском павильоне веселое гуляние! Самый неожиданный сюрприз для гостей выставки наш регион подготовил в День Владимирской области. Посетителям предложили попробовать Покровский пряник размером 2 на 3 метра. Лакомство вошло в Книгу рекордов России. Первый кусочек отрезает губернатор Владимирской области региона, который ставит рекорд в Доме российской кухни. Глава региона Александр Авдеев в социальных сетях поблагодарил всю команду нашей области, которая 8 месяцев трудилась, чтобы рассказать жителям других регионов страны о Владимирской земле. Владимирская область на выставке «Россия» укрепила имидж региона, привлекательного для жизни, путешествий и инвестиций. Каждую неделю города и районы показывали на стенде то, чем мы с вами гордимся. Наши таланты, нашу уникальную продукцию со смыслом развлекали, рассказывали жителям страны о местах, в которые невозможно не влюбиться. Интерес к выставке «Россия» был настолько велик, что время её работы пришлось продлить на три месяца. Кроме того, президент России Владимир Путин принял решение создать в Москве национальный центр «Россия», который нацелен на сохранение наследия выставки. Татьяна Гордеева и Евгений Адамов. Награду в честь Дня семьи, любви и верности вручили многодетным семьям Владимирской области. Почётного знака губернатора «Родительская слава земли Владимирской» удостоены 20 многодетных семей из разных городов и районов региона. В семье Краснопёровых из СУЗ дали шестеро детей. Родители рассказали о воспитании большой, но благодарный труд. Ефросин, например, является победителем Всероссийского конкурса чтецов, неоднократным победителем конкурсов живописи, российских и международных при этом. Настя тоже идёт по стопам своей старшей сестры и повторяет её успехи. Мне лично хочется, чтобы многодетность стала, знаете, в моде. Вот так вот такая, мода на многодетность. Это от себя могу сказать. А для нас, ну, мы не специально это планируют, так получается. Мы верующая семья, и поэтому слава Богу за всё, слава Богу, что есть такие детки, что есть продолжение. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул на поддержку многодетных семей. Будут направлены все усилия. С 1 июля в силу вступил областной закон об изменении критерий нуждаемости. Теперь выплаты смогут получать на 30% многодетных семей больше. По мере экономического развития региона, увеличение областного бюджета намерено, и, что мы это сделаем, сможем увеличить поддержку семьи с детьми, расширить спектр соответствующих мер. Лидеры нашего государства делают акцент на семейный путь развития, и Владимир Владимирович постоянно это повторяет. Россия – это семья семьи. И внимание и уважение к институту брака, материнство, отцовство, детство продолжает расти. К другим темам. В Коврове продолжается благоустройство дворов в рамках региональной программы «Благодвор». В этом году областные средства выделили на ремонт 16 придомовых территорий. Благоустройство двора по улице Еловой, 84, 6, вложили около 5 миллионов рублей. Рядом с многоквартирным домом детский сад и новая школа на 1100 мест. На придомовой территории положили новый асфальт, сделали поребрики, тротуары и подходы к подъездам. Также благоустроили и парковку. Немного пока что мешает шум, но мы понимаем, что это на общее благо. Новый асфальт, нет, ям наконец-то, удобно передвигаться с коляской, удобно можно парковать машину. То, что у нас наконец-то появилась парковка, люди не ставят машины где-то, где придется, а все сделали более цивильно, все для людей. Всего на реализацию региональной программы «Благодвор» городу Коврову выделили более 179 миллионов рублей. Дворы выбирали по особому критерию – близкому расположению к важным социальным объектам – школам, больницам и детским садам. Сейчас работы ведутся на улицах Еловой, Зои Космедемьянской, Циолковского, Запольной, Строителей, Фрунзе, а также в военном городке Ковров-8. Благоустройство планируют завершить к 31 августа. Производятся работы, скажем так, по минимальному перечню, по основному. Это устройство тротуаров, парковок, подъездные пути и проезды домовые. Также устанавливаются малоархитектурные формы – это урны и лавочки. И в случае необходимости устройство освещения. В Кольчугинском районе начался дорожный ремонт. Его ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В порядок переведут участок автодороги Колокша-Кольчугина-Александров-Верхний дворики. Длина более 4 километров. Как сообщили в Министерстве транспорта, на сегодня выполнено фрезерование участка. После этого там положат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, а также сделают заездные карманы и посадочные площадки на остановках. В Владимирской области этим утром еще более 25 добровольцев отправились на специальную военную операцию. Подробнее расскажут мои коллеги. Все мужчины уже точно знают, зачем они едут в зону боевых действий. Многие отвечают в двух словах – защищать родину. Один из добровольцев, Кирилл, признается, родители долго не принимали его решения. На спецоперацию он идет помогать своим друзьям, которые уже несут службу. «Хочу просто сделать добро людям, чтобы каждый штоп-шоу защищал свою страну. Самое главное – за матерей, за родных и близких». Еще один доброволец – Владимир. Мужчина будет нести службу первый раз. Говорит, что в спецоперации уже принимал участие его старший брат. На передовую Владимир отправился, чтобы помочь своим. «Потому что наших бьют пацанов сколько полегает. Надо что-то делать. Тоже пошел туда. Пацанам надо помогать». С напутственными словами к бойцам обратился ветеран СВО Геннадий Прохорычев. Он подчеркнул, на передовой всем нужно держаться вместе и приходить друг к другу на выручку. «И от вас, от каждого из вас зависит жизнь, здоровье вашего товарища. Вы бросаете, ни в коем случае не бросаете своего товарища. Сам погибает, но товарища выручает, ну, наша русская. Ребята, вперед, все будет хорошо. Возвращайтесь живыми, здоровыми, без войнений, с победой». Теперь бойцов ждет переподготовка в частях Минобороны. Самое важное – все запомнить и изучить. Особенно оружие противника. «Поставайтесь изучить все то, чем вы будете пользоваться, и даже то, что будет применено против вас. Чем больше вы будете знать их возможностей, чем вам легче будет защитить себя». Стать добровольцем может любой желающий. Оставить заявку можно в пункте отбора по контракту или в военкомате по месту жительства. Сделать это можно и через портал Госуслуг. Сразу после медосмотра с подходящей воинской специальностью помогут определиться эксперты. Алексей Дудин, Ангелина Бортникова и Евгений Адамов. Продолжаем выпуск. Первый раз в первый класс. Во Владимирской области стартовал второй этап зачисления детей в школы. На этом этапе подать заявление могут родители, планирующие сами выбрать учреждение, в котором будет учиться их ребенок. То есть не по месту прописки. Прием заявлений завершится не позднее 5 сентября. Записаться в выбранную школу можно через портал Госуслуг. Но важно помнить, что зачислят ребенка только при наличии свободных мест в образовательной организации. Жительница Владимира благодаря сотрудникам Владимирского отделения Красного Креста подарила нуждающимся две инвалидные коляски. Одну из них получила девушка с ДЦП. Подробнее расскажет Александра Маркина. Анжела Никитаева сегодня передает две инвалидные коляски сотрудникам Владимирского отделения Красного Креста. Рассказывает, у нее была бабушка, участник войны. С возрастом сама ходить уже не могла. Ей выделили квоту на покупку необходимых средств передвижения. Но когда их купили, старушка скончалась. Они абсолютно новые, непользованные. Вот они у нас простояли полгода. Мы с семьей посоветовались, думаем, ну куда, ведь кому-то они нужны. Хотели передать, может быть, в какую-то больницу. Опять не знаем, куда обратиться. И хорошо, вот среди знакомых, с кем сотрудничаем, да, обратились к представителям Красного Креста, говорим, помогите пристроить коляски. Кому-то они, наверное, нужны. Через несколько дней сотрудники регионального отделения Красного Креста нашли нуждающихся. Одна из них – 17-летняя Виолетта Никитина. Девушка-инвалид с рождения, рассказывает мама Анастасия. Старая коляска со временем приходит в негодность. А новая стоит порядка 40 тысяч. Таких денег у семьи нет. Помочь с большими суммами не могут и родственники. Она считается колясочником. Нам просто необходимо, то есть она может ходить сама, ну не сама, а с поддержкой она может ходить, но на дальние расстояния мы используем коляску. Они мобильные просто. Мы можем гулять долго и что-то можем видеть. Именно как-то для прогулок нам нужна она. Заявку на помощь Анастасия Никитина оставила около двух недель назад. И вот помощь уже на пороге, в преддверии дня рождения дочери. Из багажника выгружают коробку с новой коляской. И на месте помогают со сборкой. Конечно же, она будет мне помощь. Именно по своей, ну как сказать, на Визне, удобству. И плюс, говорю, это очень лёгкая. Вторая коляска совсем скоро отправится к другому ребёнку в Визняковский район. Российский Красный Крест помогает людям, которые оказались в чрезвычайном положении, говорит председатель регионального отделения Ирина Лапанова. Люди откликаются на чужую боль. И это очень здорово. И я, собственно, наверное, здесь именно для того, чтобы сказать нашим слушателям, которые будут нас смотреть, к тем людям, у которых есть, возможно, оставшиеся от кого-то, от родственников средства реабилитации, может быть, уходовая косметика. Мы готовы всё взять. Мы берём пелёнки, памперсы детские, взрослые. Потому что у нас всегда есть, кому их отдать. Помочь или обратиться за помощью, может любой. Региональное отделение Российского Красного Креста находится по адресу Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 201-ка. Или по телефонам горячей линии на ваших экранах. Александра Маркина и Дмитрий Шаталов. 15 аварий произошло с участием водителей мототранспорта с начала апреля по Владимирской области. В ДТП погибли 3 человека и 17 получили ранения. Для профилактики таких происшествий сотрудники ГИБДД проводят рейды. Во время одного из них было проверено 13 водителей мотоциклов. Выявлено несколько случаев нарушений ПДД. В микрорайоне Лунёва водитель управлял незарегистрированным мотоциклом, а кроме того находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечён к административной ответственности. В числе нарушений также езда без шлема и без водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. За нарушение грозит штраф. Юные разведчики со всей России собрались в Суздаль. 7 июля здесь проходит слёт молодые лидеры России. Тысячи страниц летописи Суздаля в рамках молодёжного форума «Покров Владимирской епархии». Подробнее расскажут мои коллеги. Разведчики и разведчицы, будьте готовы! Всегда готовы за Россию! В этом месяце на Суздальской земле слёт пройдёт дважды. В нём участвуют около тысячи людей – дети и взрослые со всей России. Они будут жить в палатках. О целях слёта гостям рассказал митрополит Тихон. Задача старшего поколения в том, чтобы молодёжь поняла старшее поколение. И восприняла все те ценности, о которых мы сейчас говорим, ради которых наши солдаты проливают кровь. Желаю, чтобы молодёжь, если она поймёт нас и воспримет это духовное наследие русской культуры, то она, конечно, пойдёт по правильному пути. В программе слёта – божественная литургия, мемориальные акции, радиальные походы, квест-игра по Суздалю и экскурсии во Владимир. В 33-м регионе события проходят впервые. Геннадий Прохорычев пожелал ребятам получить от него много незабываемых впечатлений. Я честно говорю, очень хочется пожелать, чтобы вот этот слёт прошёл на позитиве. Чтобы ребята подружились, ребята узнали что-то новое о Владимирской земле, а у нас есть чему поучиться. У нас наши древние храмы, история, она просто вот говорит о том, что изучайте нас. Организаторы рассказывают, к слёту начали готовиться уже с декабря. В программе старались отразить самобытность области. Каждая делегация из другого региона представляет одну из исторических фигур Владимира Суздальской земли. Каждая делегация ещё в декабре выбрала себе этих героев и готовилась, изучала жизнь этих героев, жизнь этих личностей. Они снимали фильм, который мы сегодня вечером на кинофестивале посмотрим от каждой делегации, фильм о своём герое. Они готовили мини-музей на территории своей делегации об этом герое. В этом году Суздалью исполняется тысяча лет. Празднование пройдёт 10 и 11 августа. Именно поэтому юных разведчиков ждёт много исторических игр и экскурсий. Александра Реутова, Ангелина Бортникова и Анна Коновальчикова. В Суздале в День семьи любви и верности состоялся галоконцерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Часть оперы сказания о невидимом граде Китежи и Деве Февронии сопровождалась проекционным шоу «Свет Суздаля». Подробнее расскажет Владислав Ельцов. Уникальной по зрелищности и звучанию представлений состоялась стенок Суздальского Кремля. Музыкальная программа была составлена специально для этого концерта в гармонии с историческим памятником. В основе оперы лежат две легенды – о чудесном спасении Святого Града Китежа и о муромской Деве Февронии. Впервые музыкальное произведение прозвучало со сцены Мариинского театра в начале 20 века. С тех пор оно звучит в разных городах мира. В Суздале зрители впервые увидели и услышали его в новом формате. Оркестром управлял маэстро Валерий Гергиев. «Мировой шедевр, который раскрывает всю силу русской души. И как не здесь, в этих невероятных декорациях Суздальского Кремля, исполнять это произведение, я уверен, что люди до глубины души будут поражены этим великим произведением». Посмотреть на грандиозное шоу пришли более пяти тысяч человек. Надежда Константинова в детстве играла на фортепиано. Признается, и сейчас с большим удовольствием садится за инструмент. Играет для себя и своей семьи. Поехать на концерт Суздаль запланировала более месяца назад. «Потрясающее ощущение, потому что не каждый день удается попасть на такое классное мероприятие под открытым небом. С такими метрами. Просто классической музыки Валерия Гергиев. И в том числе это световое шоу. Всё это совместно. Просто потрясающе». Оперу сопровождало световое шоу «Свет Суздаля». Авторы вдохновились графикой знаменитого русского иллюстратора Ивана Билибина. Суздальский Кремль – сердце города-музея. Директор Владимира Суздальского музея-заповедника отметила, что такие масштабные мероприятия требуют колоссальной подготовки. Концертное исполнение оперы в древнейших стенах – настоящий подарок к тысячелетию города. «Это требует безусловной подготовки от всех артистов, но и от музея. Потому что, конечно, с одной стороны для нас это большой праздник, с другой стороны это большая нагрузка. Но испытать радость того, чтобы в исторических декорациях древнего Кремля состоялось такое значимое событие – это большой повод. И для нас, в том числе, конечно, после такого события, очень сложно сделать что-то более, может быть, обыденное и простое». Выступление длилось более двух часов. Зрители благодарили артистов стоя – 10-минутными аплодисментами. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, подготовка представления – это слаженная работа всего коллектива. «Чтобы подготовить такое шоу, надо было работать как дружная команда, как единая семья. И действительно огромное спасибо и музыкантам, и тем, кто организовывали это световое шоу. Это действительно большой труд. Сегодня здесь посетило примерно 4,5 тысячи зрителей, посмотрели это замечательное представление. И очень отрадно, что это происходит как раз в День семьи, любви и верности, наш Владимирский праздник родом из Мурома». Впереди еще много праздников и тожест, посвященных тысячелетию Суздаля. Но опера Мариинского театра с проекционным шоу – это особый подарок жителям региона. Владислав Ельцов и Евгений Адамов. На этом выпуск завершен. Еще больше информации на сайте trc33.ru в социальных сетях. А если у вас есть интересная новость или нужна помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Владимир Михайлов уже в студии. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. О чем сегодня говорим с гостем? Тема сегодняшней передачи – работа благотворительных фондов. Оставайтесь с нами.